В сентябре девятого года нашей эры произошло сражение в Тевтобурском лесу между германскими племенами и армией Священной Римской империи. Экспертом выступает Леонид Львович Кафанов, доктор юридических наук, кандидат исторических наук, профессор Академии правосудия, заведующий Центром Истории Римского Права и Европейских Правовых Систем и Института Всеобщей Истории Иран. Я Евгений Стаховский. Здравствуйте. Добрый день. Календарь Стаховского. Леонид Львович, ну, вначале традиционно позволю себе цитату. Не скрою, долго я выбирал, потому что источников, ну, может быть, не так много, как мне хотелось бы. Или я знаком, конечно, не со стольким числом, со скольким знакомы вы, но, тем не менее, мне понравилось, показалось, вот эти слова мне показались любопытными. Нельзя себе представить что-либо страшнее этого побоища в болотах и лесах, что-либо невыносимее издевательств варваров, особенно по отношению к законникам. Одним они выкололи глаза, другим отрубили руки, у одного зашили рот, предварительно вырезав язык. Они даже вырыли тело консула, преданное земле благочестивыми воинами. Что касается легионных орлов, то двумя из них варвары владеют до сих пор, а третьего орла, чтобы он не попал в руки врагов, знаменосец сорвал с древка, спрятал под пояс и укрыл в окрасившемся кровью болоте. Результатом этого поражения было то, что империя, которую не задержала побережье океана, была остановлена на берегу реки Рейн, пишет Луций Анной Флор в одной из своих эпитом. Ну вот мне показалось, это, конечно, конец уже битвы, прежде чем обратиться к началу, всегда интересно обратиться к концу, чтобы мы вообще понимали, о чем мы сегодня говорим. Германские племена в девятом году нашей эры, если пользоваться современным летоисчислением, дали отпор, практически разгромили, скажем прямо, отряды легионы, три легиона Священной Римской империи. Вооруженных, обученных, нормальных, хороших солдат во главе с их, как это называется, предводителем, скажем тогда, Квинтилием Варом, что навсегда изменило вообще сам ход развития, действительно, дальнейшей европейской истории, разделение ее. Понятно, что там было много других моментов еще, но тут бац, и такая история, битва в Тевтобурском лесу. Кто об этом помнит вообще, наверное, кроме самих немцев? А такой вот момент. Ну, вы знаете, вы, пожалуй, самые интересные слова из источников привели, которые как раз выводят на более глобальную проблему дальнейшего развития Древней Европы. Однако, я должен вам сказать, что битва в Тевтобурском лесу – это не единственное поражение римлян. Римляне проиграли очень много сражений, особенно много сражений германцам, германским племенам. Однако, сами римляне, в частности, Солюстии, Ливий, говорили о себе, что римляне проиграли очень много сражений, но ни одной войны. Вот это было верно до известного времени, пожалуй, как раз до битвы в Тевтобурском лесу, потому что проигранное сражение, это проигранное сражение, уже в дальнейшем не дало той самой общей победы, к которой римляне привыкли. То есть, римляне впервые были остановлены не на какое-то время, а навсегда. А навсегда. То есть, германские племена, дав отпор вот в тот момент Священной Римской империи, действительно предотвратили развитие, территориальное, во всяком случае, развитие Римской империи на север, благодаря чему они и в Скандинавию не пошли. Потому что, потому что Скандинавия тогда, викинги-то уже, ну, в смысле, до викингов ещё, ого-го, сколько. Что там происходило в Скандинавии вообще непонятно. И наверняка римляне думали, что всё, что на севере, это вообще какая-то одна область, которую только предстоит изучить, да, и завоевать. Ну, Тацит, в общем-то, дал описание достаточно подробное большинства германских племён на территории от Рейна до Одера и на север, хотя о племенах, живших уже за Балтийским морем, или, как оно тогда называлось, Германским морем, сведений гораздо меньше, нежели о племенах, собственно, германских. Ну, да бог с ними. Хорошо, давайте пойдём действительно к началу. Германские племена, что это такое вообще? Кто это, что это за люди, чем они занимались в двух словах, если, и насколько они были разрознены? Ну, вообще, само название германус, германец, латинского происхождения, и должен вам сказать, что довольно долго римляне вообще не отличали германские племена от гальских племён. Вот, скажем, Гальюлий Цезарь, когда воевал в Галлии, в своих записках о гальских войнах, он не отличал германские племена и гальские племена. Это же такое одинаковое, где-то там. Да, да. Однако, вообще, впервые пришлось римлянам узнать о германцах, которые были не тем же самым, что галлы, к которым римляне уже за пару сот лет достаточно привыкли. А впервые это случилось в 113 году, когда… До нашей эры. До нашей эры. 113 год до нашей эры. До нашей эры. Римляне, располагавшиеся на самом севере Германии, то, что мы сегодня называем Данией, кстати говоря. Они пришли на территорию римских провинций и попросили позволить им жить на этих территориях. Это современный Норик, Падноня. Однако римляне им отказали, после чего римские войска были полностью разгромлены. Они настолько разгромлены, что даже никто не мог сообщить в Риме о результатах сражения. В общем, боялись? Да нет, просто все были уничтожены. А, некому, я же гонца была не послась, потому что никого не осталось, понял. И, слава богу, после этого кимвры и тефтоны пошли грабить Галлию. Вот. Однако через несколько лет они снова возвращаются на территорию Римской империи, снова просят пожить. Говорят, если вы нам дадите жить на вашей территории, то мы вам будем служить в качестве воинов. А зачем вам нужно было жить на, скажем, вот этой территории? Почему не оставаться на своей? Я пока не очень понимаю цель вот такого прихода. Германские племена, нельзя их назвать сильно оседлыми, их распространение на Запад Европы, на Восток Европы, оно происходило постоянно, некое брожение. То есть, они кочевники такие были всё-таки, да? Или кочевники – это громкое слово? Нет, кочевники – это неправильное слово, однако, конечно, они пасли свой скот, но они строили дома. То есть, они так же, как и любые другие, как и любое другое общество, были заинтересованы в расширении своих каких-то территорий, потому что рождались дети, леса нужно было как-то понять, что города, ну, так сказать, города, поселения тоже разрастались. Всё понятно. Так вот, в 105 году, когда вновь германские племена вторглись на территорию Римской империи и попытались римляне их остановить, 80-тысячное войско римлян вновь было полностью уничтожено. И римляне проиграли где-то 5 или 6 сражений, причём каждое сражение кончалось полным разгромом римлян. 80 тысяч – это изюмите… Это сумасшедшая цифра. Это огромная цифра, это порядка 12 регионов, если учитывать вспомогательные. Слушай, ну, вообще для того времени представить себе такую армию, 80 тысяч в отдельном взятом месте, на отдельно взятой территории, потому что я каждый раз, когда мы говорим о том или ином событии, особенно о военном событии, мне всегда надо в голове попытаться уложить не просто число 80 тысяч, да, не просто его представить, а надо понять, что всех их надо одевать, их надо всех кормить, надо обустроивать их там хоть какой-то приблизительный быт, а это ещё отдельные какие-то и люди, в том числе и прислуга, которые имеют… Поэтому это ужас какой-то. Календарь Стаховского Леонид Львович, скажите, пожалуйста, ну, с римлями-то всё понятно. То есть мы приблизительно представляем, конечно, я говорю, приблизительно мы, это, допустим, насмотревшись исторических фильмов художественных или картинок в журналах, мы представляем себе, что такое римский воин с копьём, в шлеме, в каких-то доспехах и так далее. А вот эти люди, которые германцы, они-то с чем воевали? У них тоже были какие-то копии? Они что собой представляли по части военной организации? Ну, что касается военной организации, ну, прежде всего, это легковооружённые воины в основном. Ну, почему дубины? Копья. Всё-таки всё это было, да? Безусловно, было, но римской военной организации у них, конечно, не было, и в открытом сражении германцы часто проигрывали. Однако германцы – это народ-воин. Римляне в I веке – это уже не народ-воин, к сожалению. И вот тот самый полководец, которому удалось германские племена в конце I века до н.э. в 102 году, наконец, разбить, знаменитый Марий, он привлекал на службу уже часто наёмников и не римского происхождения. То есть римляне стали сытой нацией, которой не хотели служить. А германцы – это было ещё, скажем так, догосударственное образование. Вообще германус по латыни означает брат. То есть братья. Германцы – это братья. Каково происхождение этого слова, мы можем только догадываться. Но я полагаю, что это связано как раз с их родоплеменным устройством. Они были братья, у них было всё общее, частной собственности не было. Народ-воин решал на народных собраниях воевать или не воевать и так далее. То есть вот само название этих германских племенов. Ну, то есть и в наш, например, и в русский язык само слово «Германия» как название страны пришло именно вот из латыни и всех римских времён. Потому что, как мы все хорошо знаем, сами себя немцы называют не немцами и не германцами, а стран называется «Дойчланд». Да, совершенно верно. Что, в общем, наверное, у этого есть какое-то своё отдельное обозначение, которое уходит корнями в какие-то другие племенные дела. Но сейчас не будем вдаваться в эти подробности, потому что не имеет отношения к нашему разговору. А мы говорим, естественно, о том, почему вообще произошла вот эта история. То есть правильно я понимаю, что в какой-то момент римляне захватили территории всё-таки, да, изначально, на которых жили вот эти уже германские племена. И, в первую очередь, и русские, которые нас сегодня будут интересовать, потому что именно они, и во главе которых был Армения, вот тот знаменитый, да, которому сейчас стоит и огромный этот памятник, монумент довольно высокий, дал отпор. А потом германские племена стали вытеснять, получается. То есть я правильно понимаю процесс? Сначала захват был территории. Безусловно, но начали захватывать, вторгаться в эти территории германских племён, начиная с Мавамария, а вообще перешёл, всерьёз перешёл Рейн, то есть торг, собственно, германские земли, как раз Гай Юлий Цезарь. Воевал он с переменным успехом. Дело было завоевание Германии, присоединение Германии к Римской империи было продолжено императором Августом, Октавианом, и, в частности, его полководцем Друзом. Вот Друзу удалось практически покорить очень многие германские племена. От Рейна до Эльбы, говорят, они всё-таки умудрились захватить все эти территории. Совершенно верно. И установить, в общем-то, там римский порядок, римское право, римские налоги, подати, которые обязаны были платить все племена, это так называемая децима, десятина, со всех доходов римские форумы, то есть места для проведения торговли. Ну, то есть вот этот самый юридический момент, да, здесь появляется, потому что когда вы говорили о том, что римляне, в общем, в первом веке уже не особо воины, потому что их, видимо, система развития какого-то политического дошла уже до того уровня, когда они всерьёз были заняты вопросами, ну, как бы сказать-то, современным языком, установления демократии на отдельно взятых территориях. Вы знаете, замечательный римский историк Тит Ливий писал, что римляне покорили народы Европы не столько с помощью оружия, сколько с помощью права. Ещё в IV веке до нашей эры многие народы, и прежде всего Италии для того времени, просили римлян прислать к ним своих граждан и принести им римские законы. Многие стремились жить по римским законам, и это не преувеличение, мы знаем в ряде договоров добровольный отказ, вот, скажем, испанских народов и беров от своих законов, от своего права, а некоторые из этих народов имели довольно древние законы, отказ в пользу законов римлян. Более того, распространение латыни, т.е. языка римлян, на территорию практически всей Римской империи – это было не насильственное действие, скажем, и беры… То есть, это был естественный процесс, да, который шёл? Это был естественный процесс знать племён союзных или воюющих с римлянами, особенно долго испанцы, как известно, воевали с римлянами, но уже через два столетия после столкновения с римлянами все испанцы говорили на латыни. Да, но именно поэтому и многие европейские языки так похожи между собой сегодня, там, английский и немецкий, наверное, в первую очередь, да, они очень близки, действительно. Ну, скажем так, ведь целый ряд языков романо-германской группы называются нео-латинскими – испанский, французский, итальянский, русский. Нет, то есть романо, т.е. германский. Романо-германская – это группа в целом, включая, собственно, немецкий и английский языки, а вот нео-латинскими называются южно-европейские языки, вот французский, испанский, итальянский, португальский. Календарь Стаховского Леонид Львович, давайте о территории, скажем, два слова – Тевтобурский лес. Сегодня ученые выяснили, где конкретно находится это место, потому что я помню очень долгое время, действительно, если взять старые источники, например, я знаю, даже середина XX века, там нету четкого определения еще, ну, т.е. приблизительно, понятно, есть, но нету относительно такого четкого момента, чтобы сказать, все, ребята, вот здесь это было и ткнуть пальцем в точку на карте. Сегодня мы можем ткнуть пальцем? Ну, германские археологи утверждают, безусловно, да, они наиболее заинтересованы в выяснении деталей своей истории, поскольку в то время, в начале I века нашей эры, германцы были бесписьменным народом, то, соответственно, только археология, материальные, так сказать, следы истории может позволить дать сведения, дополняющие или отличные от сведений латинской и греческой античной традиции, т.е. сведения самих римлян и союзных им греков. Да, это территория, которую мы можем сегодня назвать Западной Германией, которую мы привыкли называть Западной Германией. Идея-то приблизительно, какой город? К востоку от Рейна, скажем так, это плоскогорье на западе Германии, к востоку от Рейна, и, соответственно, я бы так, я в географии современной Германии не очень силен, но где-то между Кёльном и Франкфуртом на Майне, может быть, и Бонном, скажем так. Ну, приблизительно, и Бонном, ну, вот где-то в середине всего этого дела. Где-то, да. Да, но я думаю, кому надо, тот посмотрит и найдёт. Да, т.е. если я захочу поехать в Табурский лес, мне рекомендовано будет поехать в Кёльн и там уже разбираться на месте, в какую сторону идти. Кстати, по поводу географии тоже из источников, источники несколько противоречивые. Скажем, одни авторы, как, например, Тацит и Флор утверждают, что это лесная и болочистая местность, другие авторы, как Дион Касси, например, утверждают, что это лесная гористая местность. В общем-то, это плоскогорье, что не исключает и факт наличия каких-то низин, заболоченных низин на этой территории. Да, это понятно, хорошо. Но действительно, смотрите, вы сказали, что германские племенаты во времени бесписьменный народ. Т.е. если мы говорим о источниках, об описаниях тех событий, значит, мы в первую очередь должны опираться на действительно римских историков, да, и которых вы сейчас назвали некоторых. Это и Дион Касси, и Флор, и Тацит, и Патеркул, наверняка, да, и ещё некоторые авторы, которые... Вилей Патеркул. Вилей Патеркул. Ну, вы знаете, если мы с вами почитаем Тацита, он об Армении достаточно много пишет, потому что это не единственное сражение, которое выиграл Армений в борьбе с римлянами. И вы знаете, ну, надо отдать должное Армению, он ведь был, помимо всего прочего, римским гражданином, он воевал на стороне римлян. Это правда, что когда римляне захватили вот эту территорию, на которой, например, располагались и племя древних и руссков, да, одно из древнегерманских племён, откуда был выходцем и Армений. И что вообще у римлян... Сейчас я вам вот какой вопрос задам. Что у римлян была традиция, когда они захватывали или договаривались хорошо с какими-то племенами новыми на новых территориях, что они забирали вроде как в плен в качестве заложников детей, вождя этого племени. Ну, что значит в заложники и в плен? Не значит, что они сажали ребёнка там в клетку и кормили его помоями, а они отвозили его в Рим, где давали там этому 8-10-летнему мальчику римское воспитание, образование, то есть сделали его человеком Рима, чтобы потом, может быть, он мог вернуться на свои территории и как законный сын вождя, например, как законный принц, скажем прямо, да, мог нести веру и правду, римскую веру и правду своему народу. Это правда? Это правда. Таким вот заложником был знаменитый историк, римский историк греческого происхождения по Либии. С другой стороны, вот такие заложники позволяли держать их родителей на территории не всегда союзной, не всегда верной Риму, держать на коротком поводке. Он избегает явных восстаний, потому что всем понимали, да. Но это не всегда спасало, скажем так. Понятно, что находились те, кто говорил, бог с ним, нарожаю ещё. Ещё свобода дороже. Но с германцами было не совсем так. Дело в том, что римляне признавали германцев за прекрасных воинов. И поэтому германские племена, вот то, что ещё в начале столкновения, в чём отказывали германцам, т.е. помогать в военном отношении римлянам, активно использовалось. И даже в личной охране императора Августа было несколько сот германских воинов. Вот личная гвардия, притерианская гвардия знаменитая. И после битвы в Тевтоборском лесу первое, что было сделано, это эти наёмники были удалены. На всякий случай. Из личной гвардии, да, охраны императора Августа, конечно. Календарь Стаховского Мы уже поговорили немножко об Армении, поняли, что он был сыном вождя племени Херусков. Господи, как его звали? Это Сегимер, да, по-моему, его звали. Значит, он был также забран в Рим, где получал какое-то воспитание и образование. Вы говорили, что он сражался на стороне Рима, и, естественно, там у него были какие-то победы. Давайте о Квинтилии Варе теперь несколько слов всё-таки. Вот потом мы поймём, почему вся эта заварушка приключилась. Квинтилии Вар – кто это? Всадник, в общем-то, не Патриции из новых людей Хоменес Нови. Был наместником Сирии. О нём постфактум, конечно, говорилось о том, что пришёл в Сирию в качестве наместника богатейшую страну, бедным человеком, и ушёл богатейшим человеком из бедной страны. Олигарх. Что само по себе указывает на некоторую нечистоплотность, но доказательств этому мы не имеем. И вот после наместничества в Сирии он стал наместником земель за Рином, и, как говорят источники, в принципе, стремился установить, слишком активно установить римское правосудие на территории германских племён. У нас есть, извините, пожалуйста, какие-то сведения о том, почему именно он был туда отправлен, а не какой-нибудь другой человек, например? Или, ну, нашёлся свободный Квинтилий, давайте его туда и отправим. Вот что касается сведений, то, как говорят источники, слава богу, не Тиберий был назначен наместником Квинтилий Вар, потому что если бы был разбит Тиберий, наследник Августа, то это была бы катастрофа ещё в большей степени, чем то, что случилось в девятом году нашей эры. Так, да, хорошо. Больших сведений, к сожалению... Ну, понятно, послали и послали, да, хорошо. А Квинтилий Вар, это у него же был какой-то отец, который против Цезаря выступал одно время? Не помните его ничего такого? Нет, к сожалению. Ну, вы знаете, что касается гражданских войн, то практически... Там все против друг друга выступали регулярно, так или иначе. Сегодня мы дружим, а завтра не очень. Ну, хорошо, ладно. Просто у меня почему-то такое было воспоминание, что как раз его отец, по-моему, был сенатором, и есть историки, по-моему, которые полагают, что он как раз был одним из ключевых лиц в заговоре как раз против Цезаря. Ну, не Брут, не Брут и не Касси. Да-да-да, не Брут и не Касси, но вроде тоже где-то рядышком стоял. Прежде всего, ну, ладно. То есть из хорошей семьи был человек, который был отправлен туда. И вы говорите о том, что он там пытался очень активно насаждать римские законы. С одной стороны, я не вижу в этом ничего плохого. Ну, собственно, и римляне в этом, и сам Квинтили Вар, как сообщают источники, не видел в этом ничего плохого. Более того, он делал это для того, чтобы показать преимущество римского образа жизни. Но германцам этот образ жизни не показался, потому что правосудие – это, конечно, замечательно, но это сопровождалось и налогообложением. И поскольку суд, римский суд всегда происходил на латинском языке, это сопровождалось слишком активным навязыванием чужого языка, что в одних случаях происходит безболезненно, а в других, если это происходило так, как это делал Вар, то есть в течение одного года, в общем-то, одной кампании он пытался… А что делал-то? Ну, вот что так не нравилось? В чем могло выражаться вот это слишком рьяное насаждение римских законов? Ну, видите… Потому что я правильно понимаю, что все вот эти германские плены, да и вообще многих, то есть римляне же считали варварами, то есть они же и называли их, собственно говоря, варварами. И понятно, что сегодня бы мы назвали это в какой-то мере степени фашистской или, может быть, нацистской идеологией даже, да, что вроде как есть какие-то племена, какие-то люди, которых мы из людей-то, в общем, можем не считать. Собственно, вы кто, ребята, да? Это вот с некоторой натяжкой, но мы можем вот так сказать о политике вара, получается. Вы знаете, вопрос не так однозначен. Римляне вообще само слово варвар, барбарой варвары греческого происхождения и идеология, о которой вы говорите, это идеология Аристотеля, например, учителя Александра Македонского. И у Платона эти идеи тоже встречаются, однако римляне гораздо более терпимы к чужим обычаям. Более того, их юс генциум, международное право, это право, которое учитывает обычаи всех народов и которое, в общем-то, должно быть одинаково у всех, независимо от того, римляне или неримляне. Вот, скажем, при столкновении галлов с римлянами в 390 году, когда послы римлян вели себя неприлично, т.е. участвовали в сражениях против, хотя они были посланы галлам в сражениях против галлов, это было воспринято как нарушением международного права. Ух ты! И были обвинены эти послы и потребовали выдачи галлы, однако римляне, признав, что это было совершено вопреки международному праву, предложили выкуп за этих послов, но отказались выдать головой этих послов, в результате чего, как вы знаете, в 390 году до н.э. Рим был разрушен под натиском галлов. Слушайте, ну, т.е. получается, что Квинтилий Вар, насаждая там активно римское право, сам, в общем, не слишком ему следовал, правильно? Или что? Видите, нет, это не совсем так. Судя по тому, по тем разрозненным данным источников, нет, он вполне следовал, просто он забыл, что, как пишут сами источники, что он не в Риме на форуме, т.е. в мирном городе производит суд, а на вражеской территории. Ну, хотя сами германские племена, вообще они делились на мирные и, скажем так, воюющие, непримирённые. Так вот, он забылся, он творил суд, не концентрируя войска в одном месте. И это послужило причиной того, что он был застегнут врасплох, хотя его предупреждали о готовящемся заговоре против римского владычества. А заговор шёл с какой стороны? Армения уже появился? Вот тут самый важный момент, да? Да, Армения. Откуда взялся вдруг опять вот в этой части света, в Тевтобурском лесу или рядом, да, откуда взялся Армения, если он всё это время был в Риме? Он вернулся на свои территории, на свои земли каким-то образом? Ну, видите, он воевал за римлян, а у римлян было правило – тот, кто становится римским воином, получает римское гражданство. И, соответственно, за то, что он в качестве римского воина служил у римлян, он получил римское гражданство, но вернулся. То есть, он получил право вернуться, грубо говоря, домой в роли гражданина Рима, потому что и эта территория в тот момент является частью, собственно говоря, Рима, Священной Римской империи. Ну, в общем, нет. Дело в том, что там, где введён римский закон, там, где выплачивается дань или, скажем так, налог, военный налог для снабжения римской армии, мы можем говорить о провинциальных землях, покорённых с оружием в руках. Там, где народы не покорены, это могут быть либо союзные племена, то есть, союзники римского народа, либо воюющие враги. Воюющий враг должен быть уничтожен, союзники содействуют. Но, судя по всему, значительная часть германских племён, в том числе и племехи руссков, которые возглавлял Армений, это были союзники римского народа. Там уже вершилось правосудие по просьбе этих германских племён, вершилось правосудие римское. Эти союзники, когда вдруг якобы далеко на севере восстали германские племена, сопровождали римлян, сопровождали вара и обещали ему помогать. То есть, это были вспомогательные войска. То есть, вот он вырисовывается, какой-то заговор. То есть, получается, что вара туда уже на север, уже ближе совсем к Тевтобрускому лесу, заманили хитростью и обманом. В общем-то, так утверждают римские источники. Это очень интересно. Календарь Стаховского. Ну, смотрите, что пишет, например, Дион Кассий, которого мы сегодня вспоминали, да, уже неоднократно. Вождями заговора и веролонной войны, которая уже началась, были наряду с прочими Армении и Сегимера, которые находились постоянно при нём, имеется в виду Варда, и часто пировали за его столом. Когда же он стал вполне доверчивым и уже не подозревал ничего дурного, тогда, по предварительному сгуру, восстались сперва некоторые отдалённые племена, и вара можно было заманить в ловушку. Только для того, чтобы сместить. А мне интересно, если, ну, смотрите, три легиона, это же сумасшедшее количество народу. Ну, не такое уж сумасшедшее, это не 80 тысяч, как в 105 году до нашей эры, это, ну, 20, максимум до 30 тысяч, включая вспомогательные войска. Ну, 30 тысяч человек – это сумасшедшее число, это очень много. Потому что один легион – это между 4200 и 6000, соответственно, ну, даже если 6000, трижды 6, это всего 18 тысяч. Ну, всего, на самом деле, огромное количество. Плюс вспомогательные войска, поэтому максимум до 30 тысяч. Хорошо. Значит, Леонид Львович, давайте подведём такую лёгкую черту. Армений, который был предводителем собственных германских племён, но в то же время уже являлся гражданином Рима, поскольку был там выращен. Это с одной стороны. Значит, со второй стороны Квинтиливар, который, как вы сказали, слишком сильно пытался насаждать свои законы, и который не очень, вроде как, его методы нравились, собственно говоря, тому народу, да, захваченному, ну, не могу сказать, порабощённому, ну, вот, который проживал на тех территориях, о которых мы сегодня говорим, германским этим племенам, сам процесс начался с того, что, то есть, ну, у кого-то взяла же мысль была появиться. То есть, а давайте-ка мы сейчас замыслим вот это. То есть, здесь у нас всё-таки Армения опять предстоит, которая, вернувшись, видимо, увидела какую-то несправедливость по сравнению к своим людям. Если верить Тациту, то вообще таким вот сердцем, движителем, что ли, германских племён был именно Армений. Армений всё-таки. Не только он. Дело в том, что не были германские племена убеждены в том, что удастся разбить римлян. То есть, это было на удачу. Мы должны сейчас восстать, а там будет, что будет. То есть, они воспользовались тем самым таким полуримским, спартанским принципом. Делаешь, что должен и будет, что будет. Да? Мы должны восстать, а там посмотрим. Ну, видите, когда Армению удалось разбить легионы Вара, вот почти разбить, когда они уже были обескровлены, очень многие сомневающиеся тут же присоединились, поскольку речь шла о огромной для германских племён военной добыче. В разделе добычи, как известно, хотят участвовать все, а в риске восстания очень немногие. Но ведь это восстание Армений уже после победы в Тевтоборском лесу пытался распространить на всю уже давно покорённую Галлию, то есть, перекинуть за рейн вот этот дух. То есть, неизвестно, до чего бы он дошёл, если бы его, в конце концов, не остановили, о чём мы, конечно, скажем через несколько минут. О самой битве буквально несколько слов, потому что я представляю, как скучно слушать по радио о непосредственных боевых действиях. Всегда хочется какую-то картинку, стрелочки, контурные карты и так далее. Но, тем не менее, сама битва была достаточно быстрой, хладнокровной, ужасной. Я не знаю, что произошло? Вы знаете, здесь я бы более всего доверял Тациту, который не описывает саму битву, а описывает то, что римские войска через 6 лет после сражения обнаружили на месте битвы. Что там было? Во-первых, они нашли лагерь римский, знаменитый лагерь, рассчитанный как раз на три легиона, груды костей, причём по этим грудам можно было отметить, где римляне сопротивлялись, а где они бежали, их настигали разрозненных ударами в спину. Вот, пожалуй, из слов Тацита вырисовывается картина, что сражение было, ну, скажем, единовременное. Если верить Диону... Здесь всё довольно быстро. Да, если верить Диону Кассию, то это было как минимум дня три, то есть, когда римские войска двигались на северо-восток и вынуждены были прорубать себе в лесных и болотистых местностях дорогу, а римляне, как известно, были прекрасными строителями дорог, это, тем не менее, сами войска в значительной мере растянулись. И германские племена, воспользовавшись хорошим знанием местности, её лесистостью, просто-напросто начали со всех сторон обстреливать растянувшиеся войска. То есть, получается, что, как и во многих других исторических моментах, как и во многих, как в случае многих других битв, здесь и в какой-то мере и природа помешала, получается, немцам. Помогла германцам, да, и как раз была против римлян, потому что вы обмолвились несколькими минутами раньше о том, что, конечно, римляне были непревзойдённые воины на открытых территориях. Выведи их в открытое поле, и они построят все свои полки, шеренги, всё на свете, что они умеют делать, все свои шлемы, копья, щиты поставят куда нужно и выиграют всё на свете. А лес, в котором не построиться толком, не перекрикнуться толком, потому что эхо со всех сторон работает какое-то другое. То есть, условия, в которых римляне действительно совершенно не привыкли воевать, и, наверное, они запутались просто. А для германцев, которые привыкли жить в то время в лесах и болотах, это была как раз самая подходящая территория для ведения войны. Правильно? Совершенно верно. Более того, судя по рассказу Тацита, который описывает не это сражение, а сражение, которое произошло через 6 лет после Тевтобургской битвы, когда тот же Армений, увидев, что римские войска погрязли в трясине, в болотистой местности, и практически скованы и лесом, и болотистой местностью, Армений воскликнул. Вот он снова, Квинтилий Вар. То есть, снова такая же ситуация, как была во время битвы в Тевтобургском лесу. То есть, и болото, и леса сыграли на руку. Свою роль. Возвращаясь, да, опять к этой битве, тот же самый Дион Касси, если я правильно помню, как раз очень активно описывал... То есть, мы представили себе три легиона, а если битва растянулась, опять же, на три дня, значит, мы можем предполагать, что эти три легиона, это 18-20 тысяч человек вошли в лес не сами по себе, не только с копьями. Это значит, что с ними шли какие-то там быки и лошади, какие-то вьючные животные, с ними шла, опять же, прислуга. То есть, они шли целым городом, по большому счёту, вступили в этот лес, и в трясину в какую-нибудь они попадали тоже все дружно. Да, совершенно верно. То есть, там могла случиться просто паника, когда женщины, которые с ними ехали, они там были наверняка тоже, просто начали вопить и кричать, когда на них напали. Паника, да, но, тем не менее, римлянам удалось справиться с вот этой ситуацией, ведь, по рассказу Диона Касси, им удалось выбраться, собраться вместе, окружить вот этот обоз, который им мешал, он стал играть роль стен. То есть, им удалось поставить лагерь. То есть, говорим пополам, но удалось. После того, почему Дион Касси говорит о нескольких днях, после того, как они вырвались из окружения, они поставили лагерь, но стоять лагерем посреди врагов нельзя, надо было идти, надо было выбираться, и они вынуждены были оставить этот лагерь, и вот после того, как они его оставили, в новом сражении они уже были окончательно уничтожены. Но вы сами склоняетесь к версии трёхдневной или к моментальному сражению? Потому что мне вот кажется, что трёхдневная как-то больше имеет смысла, потому что за это время всё-таки 20 тысяч человек кремлин даже в лесу, но всё равно они солдаты, они же умеют всё это делать, как ни крути. И за три дня, тем более, если они поставили лагерь, это значит, мы можем предположить, что какие-то другие племена германские, которых засылал гонцов, скажем, грубо, до Армении куда-то, то есть они могли за это время успеть тоже подойти, чтобы помочь Армению и его армии справиться с римлянами? Ну, вы знаете, истина, как нередко это бывает, где-то посередине, да, сражение началось, война. Да, уже открытое столкновение началось ранее окончательного разгрома. И именно поэтому римляне, предположительно, по этой причине соорудили лагерь, чтобы защитить себя. Но вот когда они попытались оставить этот лагерь и продвигаться дальше, вот здесь уже произошла вот та самая окончательная битва. Где они разгромили и уничтожили все эти 20 тысяч человек, да? Ну, не все, Тацид говорит, что были свидетели, те, кому удалось бежать, и они рассказывали о тех страшных казнях, которые устроили германцы после... То есть кого-то взяли в плен, потом казнили и так далее. В общем, нормальная история для того времени. А что произошло с Варом-то самим? Ну, видите, он в ходе сражения был ранен, и когда понял, что разгром неминуем, он сам себя убил. Заколол? Заколол, да. Но чтобы не подвергнуться позору. Тем не менее, уже над мертвым телом, как известно, надругались. Оно было сожжено, голова отрублена и отправлена... Августом? Августом, да. Неожиданный какой конец. Ну, хотя почему неожиданный? Вполне себе нормальный. Вы сказали оценку численности римлян, а число германцев наверняка посчитать... Невозможно. Невозможно, да? Но думаю, что их было гораздо больше. Больше? Гораздо больше. По крайней мере, так утверждают и источники, римские источники, они говорят о значительном перевесе в силах. И военное искусство римлян в той ситуации, о которой мы говорили, им не помогло. Не помогло никоим образом. Ну, всё-таки им удалось поставить лагерь, но дальше продвижение было невозможное. Да, дальше этого они не двинулись. То есть, они нанесли поражение римлянам тем самым... То есть, это были все войска римские, получается, которые в тот момент... Нет, ну, все, которые находились в провинции. Ну, не все вообще. Как известно, некоторым когортам удалось... Которые, правда, не находились в это время с римлянами, но с варом им удалось выйти из окружения. Но мы можем с почти стопроцентной уверенностью говорить, что за рейн нам римских войск не осталось. Не осталось, и больше они туда никогда в жизни не ходили. Почему же нет? Ходили. Ходили? Нет, конечно, ходили. Но без толку. Ну, скажем так, без такого успеха, которого удалось достичь Друзу при... При захвате тех германских времен, о которых мы говорили, да. Леонид Львович Кафанов у меня в гостях, доктор юридических наук. Вспоминаем сегодня сражение в Тевтобурском лесу. Леонид Львович, ну, понятно, что в этом сражении самое интересное, это, конечно, вот те его последствия, о которых мы говорили чуть-чуть, двумя словами, в самом начале, что римляне не пошли дальше рейна, пытались ходить, но так и не смогли там больше никогда зацепиться. И Северная Европа, германские племена и все остальное дальше стали развиваться своим путем. То есть, по большому счету, главное последствие вот этого всего дела, если я правильно понимаю, это прекращение создания единой большой римской, в данном случае, империи на всей территории современной Европы, что, в общем, могло совершенно спокойно приключиться. Да, в общем, можно говорить об этом, о том, что военное продвижение римлян было остановлено навсегда на границе по Рейну и Дунаю, и от дальнейшего продвижения отказались и сами римляне. Более того, мы можем говорить, что в военном плане присутствие германских племен на территории европейских римских провинций стало постоянным. Но римлянам довольно долгое время удавалось держать германские племена более или менее в состоянии союзников. Вообще, я должен вам сказать, что… То есть, им было выгоднее дружить с ними, чем идти и воевать. Это было выгоднее и германским племенам. А они не пытались, кстати, как-то посягать на другие территории за Рейном? Ну, вы знаете, вообще-то Западная Римская империя пала под ударами, прежде всего, германских народов, как известно. Но это случилось гораздо позже, уже в V веке н.э. Ну, там христиане же постарались очень. В смысле? Ну, я думаю, что самопадение и сам конец Римской империи был во многом совершён, ну, не могу сказать, благодаря, но усилиями уже укрепившейся религии христианства. Да, это уже было время христианства. Безусловно, первый христианский император, знаменитый Константин Великий, как известно, тоже был разбит германскими языческими племенами. И именно римляне научили язычников, германских язычников христианству, как известно. А если говорить о более позднем, вот, времени-времени упадка и гибели Западной Римской империи, тогда главными военными союзниками римлян были так называемые готы, готские племена. Да, это не то же самое, что племена, которые остановили римлян в первом веке нашей эры, это племена, которые, как предполагают, пришли с территории уже современной Украины и России, то есть Северное Причерноморье. Однако это германские, безусловно, германские племена, которые вместе с племенами, собственно, Германии между Рейном и Одером, вместе практически постоянно вторгались на территорию Римской империи, практически постоянно были то врагами, то союзниками римлян. Ну, то есть там шли какие-то нормальные процессы, которые вообще происходили в то время практически по всей Европе, вот это вот качание туда-сюда, здесь земля, там земля, здесь влияние, там влияние, тут денежки, там тоже какие-то моменты, в общем, вполне себе нормальный процесс. Но вот этот вот итог, что римляне не двинулись, в общем, никогда в жизни больше дальше Рейна в серьезном таком смысле, и там Европа стала развиваться по какому-то другому пути, нежели та часть, которая контролировалась Римом. Очень интересно, а что, ну, то есть сам престиж Римской империи, потому что всегда же интересно, как это восприняли какие-то, сложно, конечно, сказать, другие страны, потому что и стран-то, в общем, не было в тот момент каких-то серьезных, но наверняка о каких-то таких вот серьезных битвах, поражениях какие-то вести доносились, или даже собственная оценка действий, потому что, ну, я не знаю, у нас есть видения о том, как Август отреагировал вот на такое поражение чудовищное? Вар, верни мне легионы. Как известно, он несколько месяцев не стриг бороду. Сокрушался? Очень сокрушался, и практически ему, бедному, уже не удалось увидеть, скажем так, исправление этой непоправимой ошибки. Он умер в 14-м году, а только в 15-м году знаменитый германик вновь вторгся в Германию, и, наконец, было совершено погребение вот этих самых костей умерших солдат, и удалось отвоевать захваченные... Земли какие-то? Нет, важнее земель. Захваченные значки римских легионов, знамёнок. И орлы вот те самые, которые пишет Флор о том, что они тоже были захвачены. У нас осталось буквально минута-две для того, чтобы, во-первых, напомнить о том, чем, собственно, сам Армений закончил. Армению убили сами германцы, когда обвинили его в стремлении к царской власти, 21-й год нашей эры. То есть он практически... Он был убителем земель, да, в тот момент? Он был, да, он был вождём хирурсков, но когда его обвинили, он был казнён. Причём самими германцами. А в чём обвинили-то? А что такое? В стремлении к царской власти. А, как обычно. Да, к сожалению. Всё, краёв не видят, и всё как обычно. То есть ни германик, ни Армений окончательные победы друг над другом не добились. Но Армений был убит самими германцами, а германик был убит самими римлянами. Ну, как обычно тоже это бывает. Но и сегодня же Армений всё равно числится одним из главных, если не главным, современной Германии, я уже имею в виду героем, и памятник Армению, вот этот знаменитый, о котором я говорил, который, собственно, стоит в Табурском лесу, совершенно какой-то колоссальной высоты. Да и вообще в словах Армении, Германии есть что-то очень-очень созвучное, есть какие-то элементы, которые здесь как-то пересекаются. Я хотел бы завершить наш с вами разговор словами, да, германское оружие победило, безусловно, победило. И вся дальнейшая история это показала. Но удивительно, причины этой битвы, как мы с вами уже говорили, одна из причин, вот то самое римское правосудие вызвало это недовольство германцев. Но вот именно римское правосудие победило и не просто римское правосудие, а латынь, язык этого правосудия победил на всей территории Европы. То есть, сами германские племена, вот в будущем Готы, они забыли свой германский язык. То есть, германцы победили. Испанцы, французы, итальянцы, это же германские племена, смешавшиеся с римлянами, они говорят сегодня на латыни, сегодня говорят на латыни. И римское право на протяжении всего, всех средних веков было правом всей Европы. И латынь была языком науки, языком права. Более того, германские императоры, священная Римская империя, созданная в X веке, юридическим языком, языком законов, была латынь, собственно, германских императоров. Да, ну вот на этом мы и закончим. Кафанов Леонид Львович, доктор юридических наук, кандидат исторических наук, профессор Академии правосудия, заведующий Центром Истории Римского Права и Европейских Правовых Систем и Институтов Всеобщей Истории Иран. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Послесловие. Коротко говоря, битва в Тевтобурском лесу, сражение между войсками Священной Римской империи и племенами древних германцев, в первую очередь хирусков. Время – сентябрь 9-го года нашей эры. Основные имена – Арминий и Квинтиливар. Цель – восстание против насаждения Римом чуждых германцам законов. Последствия. Битва остановила продвижение Рима на север, предопределив все последующее развитие Европы как в территориальном, так и в культурном смысле.